Смотрим дальше. Пересаживал из школки абрикос, выращенный из кучки Боднера. Это я рассылал кучки Боднера, он не рассылал. А подскажите, что они из себя представляют? Принесутся или на манджурцах? Размер дерева и плодов. Вы знаете, кучки Боднера мне дал на реализацию Боднер. И мы их продавали на паях. То есть его косточки, плюс мой авторитет, плюс это. И большую часть денег я ему вручил за эти косточки. Почему? Он уже был тяжело болен, ему уже были деньги. Иначе он бы мне, кстати, эти косточки бы и не дал на реализацию. Вот. Я с его садом плохо знаком. Так уж получилось, вечная занятость. Но те несколько фотографий... Давайте я вам на следующий покажу фотографию с его сада. У него получается как? Вы задаете вопрос, на который у меня практически нет ответа. Есть, допустим, роскошное дерево. Там невиданное количество плодов. Привитое, не привитое, я не знаю. Вот. Дальше, значит. У него есть мой сорт, который я назвал Петр Великий. И у него были плоды грамм по 60. Я когда спросил, почему такие мелкие, он сказал, огромный урожай. В этом году, если меня бы не сглазить бы, я впервые жду урожай Петра Великого. Потому что получилось чудо. Касается оно вас, Влад, я не знаю. Я сейчас не знаю, какие я косточки вам рассылал. Были косточки, я назвал абрикос Боддера. Так. А еще были косточки абрикос Петра Великого. Хотя тоже Боддера. В первом варианте они будут средненькие. Косточки же. Наверное, 30-40 грамм. Наверное, вкусные. И на этом все. Вот. Они будут выделяться невероятным урожайностью. Морозостойкостью. Для Нижнего Новгорода это прекрасный вариант. А даже Петра Великого, у которого должны быть вот такие плоды, да? Ну, из косточки. Что вырастет, я тоже не знаю. А у меня они снова, опять я их перенес на деревья. А как? Когда-то я их привез. Когда-то они мне начали плодоносить. Когда-то у меня сожгли ребята в лихие года сад. Большой сад. Тысячи деревьев. Черенок чудом попал в Боддера. Я ему подарил. Через много лет он мне. Ну, почти случайно я узнал, что жив мой этот самый, который в Северсовской области. Жив. И фотографии сделаны с моими апрекосами, но мелковатыми. 50-60 грамм. Так. И мой вопрос. Почему мелкие? Его ответ. Сильно огромный был. Теперь черенки перешли ко мне. У меня какое-то чудо. Я не знал, что Сергей у него тоже черенки. То ли купил, но он у него это самое. Пытался самостоятельно исправить. Это здорово, да? Мне в Боддера привезли черенок. И у меня сейчас есть прекрасная ветка скелетная. Вся плода в цветах. Если не убьет заморозок, они сейчас прислабеют. Юг на мороз все-таки. И ожидая снова возвращения вот таких плодов. Какие они были. А можно не дождись. А Сергей взял, привил и молчал все эти годы. И наконец, не годы, а год. Я взял эти четыре, которые у него пошли. И посадил на постоянные места. Они вот такие, ждать еще долго. Но там уже получается есть возможность выбирать. Все четыре покажут разные плоды. Даже не сомневайтесь. Ривка на манджурцы. Потом пойдет второе поколение. Но мне может жизни не хватить. Вот что беда. А пока что я скажу. Вы задали вопрос так. Пересаживаю из школки абрикосов, вышли скотчки бодна. Скотчки бодна, считать фенеса, садцев мало. Если после коски вернуть качество вот эти, надо несколько поколений привать уже. То есть эти скотчки брать черенки, привать, привать. Это длительная работа. Мне она уже не по годам. Вот. И ответить на вопрос, размер дерева плодов, понятия не имею. Это надо к боднеру. Это надо смотреть на его деревья. А у меня такого новости не было. Веком прилетел. Вот. Поговорили. Поделились мыслями и опять разбежались. А потом он взял и умер. Когда он был смертельно болен, я видел, что он стареет. Я видел, что он плохо разговаривает. Я видел, что он плохо ходит. Но я не знал, что у него смертельная болезнь. Но я не знал я. Никто мне не сказал. Что он так за раз, все прекратится. Как работает почва, письма не уходили. Сейчас работает. Ну, например. Вот сейчас я загляну. Просто на секунду. Вот видите. Зеленая стрела. Вот. Памутка доступ. Это лапша. И это лапша. Ну, она работает, видите. Раз лапша приходит. Значит, переписку можно нам восстановить с вами. Так. Ну, и куда-то делся. А, вот он. Вебинар. Смотрим дальше. Думаю, должны выдержать. Это тот саля, который звонил. Почти все абрикосы. Выход седали высокая. Влажность высокая. Ну, куда они денутся с подобной лоски. Конечно, выдержит. Так. Спасибо за шпажки. Стоит по шпажкам. Палочки для бутылок. Смотритель. Прозначил бы руки скотчем. Приматываю к обрезанным с подвое веточкам. Веточка служит якорями. Не дает бутылку улететь. Вот он. Еще третий вариант. Пожалуйста. Елена Гусева. Спасибо. Тимур. Север Карелия. Ой. Сабы считаются неподходящими. Даже старшие Сибири. Север Карелия считаются совсем Сибири. Давайте смотреть. Растут шесть ямы из ваших семян. Скультурные деревья. Двухлестки. Если сможешь переплевать между собой. Нет. Пусть даже культурные. Доведите до плодоношения. Ради Бога. Вот. Это используется как подвое. Это значит вкалечит. Ну, получится такие, как вот она фотография. Но это мое мнение. Но их всего шесть. Было бы шестьдесят. Я бы сказал, тридцать переплевать. Здравствуйте. Какие семена еще в наличии? Ну, давайте заглянем на минутку. Сами напросились. Я не собирался устраивать этот самый. Как называется. Рекламу. Итак. Мы ищем. Мы. Мы ищем каталог по семенам. Каталог по семенам. Вот он. Вносит. Кроме семян. Я еще вот это продаю. Кстати, закончились. Никогда теперь у вас не будет возможности. Кто не успел, тот опоздал. Это ретельный экземпляр оставил для Путина. Я все еще думаю. А вдруг, кстати, кто-то там. Не сам Путин. Не не до нас. Кто-то из его окружения вдруг похватится. Что? Когда-то же нам надо правду задебаться. Не на словах, а на деле. И про это замещение. Вот эта книга осталась немного. Несколько десятков. Ну, скоро закончится. Это будущая книга. Кому надо потом прощать внимательнее. С автографом 1000 рублей плюс 200. Вот так вот. Мой автограф уже чего-то стоит, а раз покупает. Значит, что-то в этой жизни я все-таки достигну. Вот это будущая книга. Для избранных судьбой. Клинатова осталась несколько штук. Кто не успел, тот опоздал. Я их даже не рекламирую. Сегодня несколько штук осталось. Так. А вот. А, диски. 20 дисков. Вы не поверите. Сегодня у меня купили диски, да. 20 штук. Сегодня, вчера вернее. Сегодня по это. Самое. Собирали посылку. Какая-то редкость. Вот эти культурные абрикосы. Закончились. Вот здесь я добавлю. Амур, сеансов. Нету, нету, нету. Только я не успел. Буквально сегодня закончился. Все культурные закончились. Остались сыновья манджурцы. Ой. Что-то она сдвинулась там. Ладно, испортил. Короче, сыновья манджурцы остались. Больше ничего путнего нет. Из абрикоса. Все. Еще есть ассортина номер 2. Это они же, только с разных деревьев. Вот. Сибирская стаба вишня еще есть. Вот. Волочная сладкая еще есть. А дальше все закончились. И черешни, и персики, и сливы. Все закончились. Наконец закончилась и красная-желтая. Буквально сегодня. Вот. Ну и сборы грушек все закончились. А вот эти еще есть. Сибирка есть. Ронетка есть. Манджурский орех есть. Плесины уже нет. Все закончилось. Вот. Ассортина номер 5 есть. Мелба есть. Колновидная есть. Баргузин, Квинти. Коленушка закончилась. Слоба есть. В общем, все. Больше ничего нет. Вот то, что осталось, да. Я тут все добавлю. Кончилось, кончилось. Нет, нет. Вот это вы можете... А я ответил как бы на ваш вопрос. Вот этот вот. Где он этот вопрос? Какие семена есть в наличии? Так. Саженцы интересные. Напишу на почту. Только не мне уже. Если вы мне напишите на почту, я продиктую тот же самый телефон. Невестки. К саженцев к ней. Только она знает. У нее записи. Сколько чего осталось. Вот. 913. 444. 3178. Это телефон невестки, который расскажет, что ей может принять заказ. А вдруг еще согласится посылке. Но она научно обязательно ускажет. Но ваш страх и риск. Абрикос может посылке проснуться. Не сильно, но проснуться. Так, ребята. У нас вопросы кончились. И время, забывайте, кончилось. Пора расставаться. Пора расставаться. Давайте так. Давайте так. Мы опять встретимся ровно через неделю, понедельник. Что изменится? Я вам покажу. Наверное, несколько фильмов я сниму. Находясь в саду, который засветает. Мне интересно самому. Мне теперь надо. Мне нет опять ни времени, ни секретарши. Ни у кого нет времени. Мне надо не просто вешать бирку, допустим, абрикосы, а все. Они все гибридные. И простенькие, мазурцы гибридные. И средненькие, амора, темно гибридные. И даже академики гибридные. Надо будет сейчас отслеживать время цветения. Мне уже задавали вопрос. Когда цветение? В августе. Когда цветение? Может быть первое, если жара будет, в июле. А мне надо, чтобы они в сентябре. Ой, я оговорился. Это плодошение. А цветение надо как можно позже. Я должен теперь выявлять деревья, которые поздно плодоносят. О, зацветают. Они будут самые ценные. А они все гибридные. А я еще делал вот так. У меня осталось пару минут. Я ими пользуюсь. Смотрите. Вот сейчас я опять сюда. Раз. Я с помощью вот таких прививок. Вот последние прививки. Смотрите. Видите? Это поздние сорта. Я их привил на ранние сорта. Я надеюсь получить этих прививок. Сдвинуть цветение. Удастся или нет, это очень важная работа. Поверьте мне, друзья. Другое дело, что когда Мичулин заслужил свое звание народного академика, потом его официально присвоили, но ему помощь профессора дали. Ему помощь вот такую пачку денег наличными. А сам-то он же не мог такие объемы оселить. Значит, надо нанимать рабочих, надо платить. Так нет? Вот. И так далее, и так далее. Вот. И кто будет эту работу проводить? Я боюсь, что вся эта работа окажется пустую. Вот. Видите? Я выбрал самый вот 18 апреля. Зацветает королевский. А мне надо, чтобы он зацветал. 30 апреля. Я всю работу провожу. Но она будет опять такая поверхностная, несерьезная. На этом мой этот... Это как, знаете, в том самом фитиле было. Гудели, гудели. Запускали теплоход плавания. Гуди, говорит, чтобы в райкоме было слышно. Гудел, гудел, гудел. Теперь полный вперед. А ему говорят, а пар кончился. Вот так у меня на этом парте и кончится. У меня Елена Александровна Савельевич задала вопрос. Мне нужно знать время цветения абрикосов. Она ученая. Она... Мне что, жалко? И она от меня услышала. Я в жизни не сделал ни одной записи. Все мои записи в голове. То есть, больше, меньше. Раньше, позже. Слаще. Кислее. И третий. Слаще под собой. Как высшее достижение. Вот весь железо. Кто-то скажет. Да, ну, это сейчас мы тебе денег подкинем, нанимая ту же самую помощника. Или сейчас кто-то... Да я сейчас в институт пусть это самое... Начинаю это все режем. Твой сад. Твой сад. Твой сад уже пользу должен приносить. Или еще вариант. Было 9 мая. Помню, день победы. Минус 10. И... Несколько плодиков. На весь сад. Из сотен тысяч цветов. Несколько плодиков. И такое может быть. И не нужно никакие исследования. Это Сибирь. Ну, посмотрим. Если все-таки два года из трех будет давать урожай. Значит, жить просто нельзя. Друзья, на этом я заканчиваю свои речи, как Шахерезада. До свидания, друзья. Постарайтесь купить у меня последние черенки и последние семечки, косточки. До свидания.